Делает свою работу. Александра пишет, Олесь, не расстраивайтесь, теперь все будет хорошо. Ольга, Олесь, все к лучшему, вы очень красивая и будете еще лучше, я уверена. Присоединяюсь. Алла, Олеся, вы такая красотка, уникальность, с таким необычным смешением. Девушка-загадка. Несколько лет проблем с самооценкой из-за неграмотной работы. Поэтому, пожалуйста, себя освободите от этих проекций. Попытка вписаться в то, что не соответствует природе, это всегда огромное насилие над собой. Мы пытаемся себя в гамино-драматика или в кого-то втиснуть, а не входим в это. Поэтому теперь можно от этого освободиться и поизучать себя. Поизучайте линии своего лица. Поизучайте то, как вы, допустим... Давайте я дам для Олеси небольшое домашнее задание. Вот смотрите. Вы смотрите на фотографии с позиции, какие мы все разные. И можно что сделать? Можно отсортировать, допустим, фотографии с разными прическами. Посмотреть на себя со стороны. Посмотреть, как вы раскрываетесь. Вот с такой прической, с такой. Вот с плавной укладкой, с рваной укладкой. Посмотреть на себя со стороны с разными линиями оправ. Вот я сейчас тоже увлеклась, мне интересно. Именно оправы для натуралов-романтиков – это вообще днем с огнем сыскать. Это тоже целое приключение. Но тем не менее. Можно поискать интересные оправы, посмотреть их, померить. Можно посмотреть, как работают украшения разные. Можно посмотреть, померить парики. Можно посмотреть и померить различные принты. Однозначно мы говорили уже об этом сегодня. О том, что абсолютная угольность, которая великолепно раскрывает лица гаминов-драматиков, с ней можно попрощаться. И есть возможность поискать вот ту особенность линий. Давайте я сейчас немножечко открою более правильную фотографию, чтобы без очков и без… Так, сейчас обязательно найду. Так, там уже работа сравнения. Ну, давайте одну из них. Можно посмотреть и поискать, вот какая линия должна быть. Должна ли эта линия быть абсолютно мягкой? Должна ли эта линия быть комбинированной? У нас есть такие интересные, допустим, формы, которые… Я просто фантазирую, да, которые в себе одновременно соединяют… Сейчас что-нибудь. Допустим, пусть та же самая форма сердца, она соединяет в себе сразу и угольную скругленную линию. Да, есть еще такие примеры, когда у нас объединяются… Да, вот есть различные формы лепестков, то есть не абсолютно какие-то романтические плавные, да, а когда у нас объединяется то же самое, что в вашем лице, да. Есть присутствие и романтической плавности, в то же время мы знаем, да, что есть и гаминное участие здесь, и здесь, и здесь. То есть у нас есть небольшое присутствие угольной линии, которая не дает вашему лицу стать абсолютно плавным. Поэтому стоит изучить украшения, стоит посмотреть, так сказать, а как это, да, а как это, когда у нас та же какая-то плавная линия, допустим, проявляется через детали, да, а как это, когда она комбинируется, допустим, с угольной, да, когда у нас в одном украшении могут встретиться более плавная линия, и там, и одновременно то зигзаг, то еще что-то, то есть различные такие вот составляющие. То есть стоит поизучать себя, потому что сейчас мне не хочется взамен одного какого-то шаблона выдать вам следующий, мы не для этого, да. А типаж – это очень широкий диапазон, это не какой-то отдельный рецепт, да, это целый диапазон различных вариантов смешения. Соответственно, рекомендации должны быть тоже правильно адаптированы для того смешения, которое существует у вас. Поэтому вот сейчас я бы как раз бы поберегла вас от того, чтобы одни штампы заменить другими. И я уверена, потому что я понимаю, что человек, так сказать, занимающий вашу роль в жизни, это обязательно человек умный, человек, способный к анализу, человек, способный к обработке информации. Более того, даже тот факт, что вы сами поняли, что типаж не работает, это уже говорит о том, что вы способны увидеть, да, взаимодействие с лицом линии и невзаимодействие. Вот поэтому здесь очень интересно, знаете как, даже вот поработать, сейчас пофантазируем немножко для примера, да, есть программы моделирования причесок. Для причесок они совершенно бесполезны, потому что рост волос они не учитывают. Но как характер линии они могут быть очень показательны. То есть когда вы видите мелкую кудряшку, да, когда вы видите плавную волну, когда вы видите, допустим, линии, которые соединяют в себе, допустим, плавность, и, ну да, то есть у нас есть что-то плавное, есть что-то, допустим, острое. То есть вот здесь очень интересно, чтобы вы заново изучили свое лицо. Вот такая у меня, ну, скажем так, общая идея, которая позволит вам обновить восприятие, да, очистить его от тех штампов, которые были поставлены, попытки себя вписать в догоминодраматику, а именно попытка, ну, скажем так, посмотреть на себя свежим взглядом. Вот такая у меня идея, вот такое предложение. И дай бог мы доберемся до проекта с рекомендациями. Я думаю, что он будет как-то клиентоориентирован. Возможно, будет как продолжение проекта стильное самоопределение, где я хотела бы, чтобы наши клиенты сами собирали свой.